Rain значит дождь, это существительное, а как глагол мы скажем «идёт дождь». Да, raining, дождь идёт сейчас, да, is raining. Дальше, snow. Snowing, верно, snowing, добавим просто окончание ing, и это значит, что идёт снег. Идёт снег. Дальше. Speak. Что значит слово speak, Аюр? Speak, ты знаешь? Говорить. 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 Так, а говорю мы скажем? Speak. Speaking, yes, speaking. Следующее слово. Play. Play. Playing, значит, играю. Так, listen. Listen. Слушать. Слушать, верно, ребят. Посмотрите, есть два варианта произношения этого слова. Просто как listen, без буквы T. И можно произносить с буквой T, но так говорят очень редко. Listen. Тук-тук-тук-тук. Listen. В основном это listen. Так, слушаю. Listening. Listening, правильно, listening. Так, шестое. Jump. Jump. Jumping. Прыгаю. Draw. Потому что нужно добавить инговое окончание. Да, добавляем. Мы здесь везде просто добавим инговое окончание. Верно. Draw. Что значит draw, Вася? Рисовать. 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 Drawing. Рисую, да? Sing. Рисую. Петь. Петь. Пою, да? Sleep. Пою. Что значит sleep? Ребята, не молчите. Sleep. Спать. Спать. Sleeping. Сплю, да? Eat. Eat. Ем. Кушаю. Eating. Едим. Кушаю. Едим. Верно. Окей. Так, идем дальше. Так, не могу почему-то я зацепить. Вот и источки. Источки у меня. Жо. Жокинг. Так, я почему-то не могу схватить страничку. Не могу ее промотать. Вот так. Все. Посмотрите, здесь внизу табличку. Видим, ребят? Да. Да. Давайте мы здесь прочитаем просто эти слова. Нет. Кто-то уже понял, в чем дело, да? Run. Нет. Running. Посмотрите, здесь что появилось? Run. Еще одна N. Еще одна N появилась. Так, хорошо. Swim. А вот здесь? Swimming. Что появилось? Swimming. Еще одна M появилась, да? Sitting. 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 Появилась еще одна T. Буква T. Еще одна появилась. Посмотрите. У всех этих слов удваивается последняя согласная. Почему она удваивается, Алтана? Потому что перед ней согласная. Какая? Когда перед согласная, то она удваивается. Но есть еще одно условие. Ладно, гласная. Но какая это гласная, ребята? Непоющая. Непоющая. Это как интересно. Давайте произнесем. Run. Swim. Sit. Ударение. Ударение, конечно, ребят. Если гласная, ударная, а после нее идет согласная, обычно это последняя согласная, будет удваиваться. Так что запомните это, ребят, потому что если вы писать контрольную работу, пропустите одну букву M, это уже будет ошибочка правописания. Понятно, ребят? Да. Так, есть еще одно правило, которое мы должны знать. Это немая и на конце у некоторых слов-глаголов. Например, dance. Танцевать, да? Чтобы сказать, танцую, мы должны немую и убрать, и добавить окончание. Добавить и в окончании. И получилось dance. В making надо убрать и. Да, в making убираем. Write, посмотрите, тоже убираем. И добавить и в окончании, и получите making. Так, прочитайте мне вот это слово, пожалуйста. Reading. Вот и нет. Так и знала, что вы прочитаете его неправильно. Посмотрите, какое слово-то было изначально. Reading. Writing. Writing, конечно. Чтение на блюне меняют, ребята. Просто немую и убирают. И игровое окончание. Writing, конечно. Остается writing. Так, посмотрите, было skate, стало skating. Хорошо. Хорошо, да? Ай, ну что такое? Где моя рука? Три, пять. Так, видимо, я так буду... А, не убирается. Ладно. К сожалению, не могу ничего с этим поделать. Да что ж такое. Так, ладно, идем дальше. А вот здесь, в этом упражнении, вы должны мне сказать, просто добавляем инговое окончание, либо удваиваем согласную, либо убираем немую и. Три, три варианта, просто инг, удваиваем, либо убираем и. Итак, давайте-ка я буду спрашивать по отдельности. Сарюна, пожалуйста, включи микрофончик и скажи мне, в слове rain, при добавлении окончания инг нам нужно что-нибудь убираем, или мы просто добавляем инг? Так, Сарюна, не слышу тебя. Сарюна, не слышно. Вадим, включай микрофончик. Ребят, включайте микрофончики. Вадим, просто добавим инг в слове rain, или что-то будем удваивать или убирать. А, Вадим? Давай, иди. Мы здесь просто с тобой что сделаем? Добавим инг. Просто добавим инг, да, и не будем мучиться, верно. Так, второе слово, а Юр? Листы добавляем инг. Просто добавим инг, верно. Так, дэнс. Тамир? Где? Дэнс. А, дэнс, дэнсинг. Так, что нам надо сделать, чтобы сказать дэнсинг? Убрать и. Правильно, убираем немую и добавляем окончание инг, верно. Суим, Таир, слышишь нас, Таир? Суим, Таир, скажи погромче, пожалуйста. Так, ну, ребята, давайте. Суим, что мы делаем, чтобы сказать инг, вы окончаетесь, что нам нужно? Суим, дэнс, 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 дэнсинг. Правильно, молодцы. Удваиваем последнюю согласную. Ой, не могу напечатать так. Вот так. Суиминг получится. Так, хорошо. Сноу. А скажет нам Влад, надо нам там что-нибудь делать или нет? Сноу. Сноу. Сноуинг. Сноуинг, верно. Ничего не убираем, ничего не... Просто добавляем окончание инг. Так, в слове смейк. Так, давайте, кого я не слышала, Индика, пожалуйста. Сейкинг. Индика. Убираем букву И. Убираем букву И. Все верно. Так, почему не печатается? Мейк было и убрали, инг добавили. Мейкинг. Хорошо. Сид, Алтана. Добавится еще Т. Еще одну Т добавили, вот она. Сыкинг. Так, слово синг. Синг. Сингинг. Так, так, так. Вася. Сингинг. Сингинг, да? Посмотрите, в слове сынг мы последнюю вот эту г не произносим практически, ребята. Сделайте такой носовой звук. Синг. Сингинг. Вот так, верно. Сингинг. Хорошо. И последнее слово скейт. А, Юр? Убираем И и добавляем инговое окончание. Молодец. Молодец. Все верно. Скейтинг получился. Вот, отлично. Разобрались. Легкое правило? Да. Легкое. Да. Когда добавить, когда не добавить и так далее. Ну все. Очищаем все рисуночки, все это убираем, идем дальше. Посмотрите, упражнение три. Вам здесь нужно добавить помощники. М, ИС или АР. Давайте мы это быстро сделаем. Первое предложение, пожалуйста. Давайте-ка я сейчас пойду по списку. Арсений с нами? Нет. Нет. Аюшеев, Саша с нами? Нет. Аюшеев, Андрей с нами? Нет. Болот? Нет. Тишина. Вася, тебе досталось. Вася, пожалуйста. Нет, нет, нет. Мой маме и Слыбин, это понятно. Это пример, мы его не будем читать. Тут уже за нас все вставили. Неинтересно. Давай первое предложение по цифре один. Угу. Братферс. 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 Райдинг байкс. Да, посмотрю. Райдинг байкс. Райдинг байкс. Нам нужно сказать. А райдинг байкс. Эм райдинг байкс. Или из райдинг байкс. Которые из них мы выберем? Из. Почему из? Давай объясняй, почему ты выбрал из? Потому что тут и рейдинг. Не рейдинг, во-первых, а райдинг. Ну, смотри, Вася, у нас инговое окончание глаголы имеют нескольких помощников, а именно три помощника. Это либо может быть М, либо из, либо ар. Так, вот они, три. От чего зависят эти помощники, Вася? Вася, от чего зависят эти помощники, ты мне скажи? А зависят они от действующего лица. Давай переведем слово brothers. Кто это? Братья. Братья, посмотри, это множественное число, а значит, из мы с тобой уже не можем сказать. Из только для единственного числа. Так какой здесь помощник будет тогда, Вася? М или А? А, конечно, здесь будет А, все верно. Число множественное, и помощность здесь будет А. Her brothers are riding bikes. Родители на велосипедную. Так, дальше, второе предложение. Индира. Индира, пожалуйста. Ой, я скрыла, да, случайно. Так, Индира, второе предложение. Тоджи спрэнс are playing in the garden. Почему ты выбрала are? Объясняем. Потому что... Ну, ребят, не боимся объяснять. Потому что действующее лицо в каком числе? Смотри. Во множественное. Во множественное. А значит, заменить мы можем на местоимение. Какое? Are. They, да? Они. Мы же можем сказать, друзья, это они. Они что делают? Играют в саду. Можем же сказать они? Вей дружат только с Артем. В общем, ни с кем не дружит. Верно. Дальше, следующее, третье у нас по очереди. Андрей, Денис, ты с нами? Тишина. Нет. Сарюна, пожалуйста, включай микрофончик, я хочу тебя услышать. Так, Сарюна. Третье предложение твое. Смотри в экранчик. Я здесь, я здесь. Я здесь. О, Андрей присоединился. А, или ты был, я тебя не слышала. Так, ну, давай дадим Сарюне шанс. Сарюна, пожалуйста. Тебе видно экран? Давай попробую прочитать вот это предложение. Третье. Our, читали за первое слово. Our, наш. Swimming in the river. Плавает где? В реке, да? Is swimming или are swimming? Is. Is. Почему выбрала is? Ой, чего это я напечатала? Потому что dog здесь в каком числе? Тебе отпомогаем? Он. Он. Это он, да? He. Ой, I'm sorry. It. Животное же мы заменяем на имя с именем it. И оно еще в единственном числе. Значит, точно мы скажем it. А it у нас дружит с помощником. Is. Is. Вот так. Значит, мы сюда поставим is. Все верно. Так, дальше. Четвертое. Андрей Денисов, включай микрофончик. У меня включат. Угу, говори. Ой, я там скрывала случайно, так? Четвертое предложение. Так. Luke. Luke. Так, какой помощник выберем? The monkey is climbing. The monkey are climbing. Или the monkey am climbing the tree. Ты чего сказал? Да, хотел бы. Is. Так, Андрей выбрал is. Давай, теперь объясняй, почему ты выбрал is. Потому что... Здесь нет... Манки здесь в единственном числе. Да, в третьем лице. Правильно. Поэтому ставим is. Все верно. Так, пятая. Пятая нам объяснит, кто на следующий идет. А, Юр. Я хотел включить звук. А, Юр, пожалуйста. Look, your cat is eating an ice cream. Так, is выбрал почему? Потому что cat – это eat. Eat. Правильно. Cat мы можем заменить на местоимение eat. Понятно, ребят? Так, дальше. Шестое предложение достается. Максар тишина. А где у нас Максар, ребята? Он вообще на связь выходит? Нет. Нет. Вы с ним не общаетесь, да, сами? У меня куда-то пропало и нет его. Так, Вадим, пожалуйста, Санжай. Включи микрофончик. Это кухня, ребята. Летучие мыши летают на кухне, да? Ты выбрал местоимение... Ой, какое местоимение говорю? Помощник are. Верно. Правильно. Почему? Потому что здесь множественное число. Правильно. Молодец. Слово bet стоит во множественном числе, а заменим мы тогда их на местоимение и they. They дружат только с are. Так, седьмое предложение. Артём. Тишина. Вика. Вика. Тишина. Алтана. It is. Новый. Почему выбрала из? Потому что it дружит с is. Верно. Молодец. Всё правильно. Так, восьмое предложение. Влад, пожалуйста. Восьмое предложение. Так. Сейчас найду. Восьмое. Смотри в экран, Влад. Смотри в экран, Влад. М, I, M. Экран. Look. I. Что-то там ради экран. Так. Вместо, чтобы... Что нам надо поставить? Что нам надо поставить? Что нам надо поставить? М, I, S или R? Я думаю. Думай. Быстрее. Отталкиваемся? Конечно. M. Почему M? Объясняй всем. Потому что I... Потому что... Потому что I берут M. Верно. I дружит с M. Всё верно. Понятно, ребята? У вас похожее задание будет в вашей контрольной работе, которое будет после выходных, то есть после 11 мая. Понятно? Так. Хорошо. Всё. С этим мы разобрались. Очищаем все рисунки, убираем, двигаемся дальше. Теперь мне нужно, чтобы вы открыли свои учебники. Страница 72, 73. Я вам его уже задавала, да? Здесь, посмотрите, нужно было сделать чекпоинт, так называемое проверочное, да? Как хорошо вы условили данный материал. Милана, пожалуйста, мы на тебе остановились. Милана, посмотри. Здесь нам нужно пронумеровать картинки буквами. Под цифрой 0 уже выбрали нам вариант. It's hot. Жарко, да? Вот, смотрим, солнышко аж вспотело, так? Под цифрой 1 какая погода, Милана? Под какой буквы погоду ты сюда поставишь? It's? Милана, погромче. Я не слышу тебя. Рейнинг. Рейнинг. Рейнинг, yes, you're right. Это вариант D, да? One D, значит, должен быть. It's raining. Так, второе. Вася, второе. По цифре 2. Ди. Так, сразу читай вариант полностью. It's snowing. It's snowing. Good. Хорошо. It's snowing. Вариант E. Так, третье. Третье, Индира. Буква B. D. Так, давай лучше скажи мне предложение. It's cold. Верно. It's cold. Четвертое. Тамир. 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 Включай микрофончик, я тебя не слышу. Включай микрофончик, я тебя не слышу. Четвертое, Тамир. Какая погода здесь? Четвертое. Саня. И саня, верно. Хорошо. Так, переходим ко второму упражнению. Посмотрите, здесь у нас слова, которые нужны, где пропущены буквы. Ну, а мы с вами будем делать так. Так, вы мне каждое из этих слов произнесете по буквам. Так называемое spell. You will spell. Да, то есть вы будете спеллинговать. Это значит произносить по буквам. Так, на ком я саня, Сарюна, а нет. Андрей, Андрей. Андрей, пожалуйста, про спеллингуй слово spring. Прям по буквам. А, spring. Не си. Нет, не си. Уже ошибочка. Это не си, буква, ребят. А, с. С, правильно. Дальше. P, что-то не услышала. S, P, R, I, N, G. Вот так вы будете спеллинговать оставшиеся слова. Так, следующее. Сарюна, попробуй, Сарюна, только, пожалуйста, громко, четко, ясно. Включай микрофончик, Сарюна. Тебе досталось слово лето. Пожалуйста, по буквам произнеси. Какие там буковки должны быть? Первая буква. С, вторая буковка. Ю. Ребята, давайте я тут буду помечать, да? Здесь буква Ю читается в алфавите. Это буква читается как Ю. Произносите Ю как в алфавите. С, Ю. Так, третья буква. М, четвёртая буква. М. Так, пятая буква. Как она в алфавите звучит? И, верно. И последняя буква. Р. Окей, good. С, Ю, М, М, И, Р. Дальше, второе слово нам произнесёт Аюр, пожалуйста. Э, А. Почему А-то? Как эта буква звучит в алфавите? Э. Эй. Эй. Угу. Ю. Так. Пи. Хорошо. Ю. Хорошо. М. Угу. И, Н. Н. Молодец. А-ю-ти-ю-м-н. Хорошо. Так, третье слово нам произнесёт Вадим. Включай микрофончик. Угу. Угу. Э. Третье, третье слово. Упс. Случайно. Упс. И, Н. И, И, Р. Угу. Так, первую букву ты как произнес ещё раз? Ви. Это не Ви. Буква Ви вот так пишется. Как эта буква в алфавите называется, ребят? Самая красивая буква. Ви. Ви. Ви, конечно, забыли, да? В-I-N-T-E-R. Вот так. Так, хорошо. Молодцы. Знаете, что такое спилинговать. Дальше. Здесь нам нужно расставить слова по порядку. Сделаем устно, быстренько. После Вадима у нас идёт... Алтана, пожалуйста. Первое слово. Ой, первое предложение. It's... It's... It's raining today. Правильно, молодец. It's raining today. Именно в таком порядке. Второе. Влад. Что? Мне? Влад, да, тебе. It's raining today. Второе предложение, Влад. Второе. Первое уже сказали. А, drawing. Drawing a sheet picture. Так, всё, нужно теперь расставить. She's... She's drawing a picture. Всё правильно. She's drawing a picture. Правильно. Так, хорошо. Третье. Третье у нас... Милана. Третье предложение, Милана. Третье. 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 Дальше. Какое слово выбираешь? Book, reading или a? А как и слова? На первом месте сначала кто, да? He's. Дальше. Что делает, Милана? Отвечай. Reading. Reading читается. Reading. E, A, сочетание, как долго E читается. He's reading... A book. A book. Правильно. Так. Четвёртое. Четвёртое нам скажет... Тамир, пожалуйста. Тамир. Это про футбол, да? Да. We... 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 Playing football. Угу. Сочетание, вот смотри, сокращённое читается. We're... We're... Повтори, Тами. We're... We're... Playing... Playing football. То есть, оно практически в произношении-то особо и не сокращается. Оно сокращается только в письме. Так и говорите... We're playing football. Угу. Хорошо. Так, пятое. Пятое нам скажет... Вася. Сынгинг зелый. Угу. Зея. Какого порядка здесь будет правильный? Зея. Ну и второе слово? Сынгинг. Верно. They are singing. Они что делают? Поют. Правильно. Хорошо. Так, дальше. Четвёртое упражнение. Проверим, как вы сделали четвёртое. Здесь вам надо было выбрать правильную форму глагола. По цифре ноль уже за нас сделали. Listen. Слушайте. The bird is... Выбрали. Сынгинг. Правильный вариант сынгинг. Да, потому что здесь стоит помощник из, и обязательно глагол должен быть. С каким окончанием? Инговым окончанием после помощника из, и, 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 и следует глагол с инговым окончанием. Сынгинг. Я покою вас. Первое. Первое. Первое нам... Индира, пожалуйста. Первое предложение. Какой здесь помощник будет правильный стоять? Эм. Прочитай полностью предложение. Tom and I are going to the sea. Верно. Ты выбрала are. Это правильно. Почему ты выбрала are? Потому что они идут вдвоем. Вдвоем. Это много, да? Мы можем заменить на место имени мы тогда. We, да? We are going to the sea. Так. Второе предложение нам разберет Андрей Денисов. She is looking at our garden. Верно. Из, потому что здесь мы с теменеме шистой. Да? Тут все легко и просто. Третье. Сарюна. Сарюна. В третьем предложении. Какой помощник ты выберешь? Are или is? Прочитай предложение. Harry читается, да? Are playing или is playing? Are. Если ты выбираешь are, то тогда здесь действующих лиц должно быть много. А здесь их много? Harry – это имя. Гарри. Сколько человек играет на гитаре? Один или несколько? Один. Один. Если один, тогда мы скажем he. He дружит с каким помощником? Is. Значит, здесь должен стоять is. Harry is playing the guitar. Так, четвертое предложение нам разберет Аюр. Что нажало только шар? Не кричите, да, ребят? Аюр, пожалуйста, включай микрофончик. Четвертое предложение. Аюр, я не слышу тебя, у тебя выключен микрофон. Я не вижу, что надо разбирать. А, это в учебнике страницы 73, упражнение 4, четвертое предложение. А, какое нам… Четвертое предложение. Начинается с лук. Лук – it is snowing. Snowing или it is snow? It is snow. Точно? Как мы скажем? Посмотри, сейчас идет снег. Вот прямо сейчас он идет перед нашими глазами. И это snowing. Конечно, snowing мы выберем, правильно. Пятое предложение нам разберет… Вадим, до тебя очередь дошла. Включай микрофончик. We are flying или we is flying? Is. Посмотри, давай переведем ко местомене we. Это какое? Местомене в русском языке. We – это кто? Подскажите, ребят. Мы. Мы – это мы. Конечно, мы – это ведь много, значит, нас несколько. Значит, is мы никак не можем сказать, потому что is только для единственного числа, правильно? Здесь выберем are. Ребят, ну все, у нас время заканчивается. На этом урок закончен. Домашнее задание не будет. Старое домашнее вы должны мне отправить. So, let's say goodbye. Goodbye. Bye-bye, boys. Bye-bye. 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 Bye-bye.